Всем привет! Многие наслышаны о знаменитой книге-бестселлере Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». В этом ролике будет краткое изложение и мой обзор по книге. Итак, начинаем! Книга «Богатый папа, бедный папа» помогла миллионам людей во всем мире сделать свою финансовую жизнь лучше. Для многих людей финансовое образование ассоциируется с экономическим факультетом какого-нибудь престижного вуза, но для Киосаки это совершенно другое понятие. По книге он получал свое финансовое образование от «Богатого папы», который в свое время бросил среднюю школу в 13 лет, а впоследствии стал миллионером, инвестором и собственником различных бизнесов. Финансовое образование – это знание работы денег. Причем такое знание, которое позволит вам сделать так, чтобы деньги работали на вас, а не вы на деньги. Книга интересна прежде всего наличием очень ярких и доходчивых сравнений, которые были достигнуты за счет главных персонажей – «Богатого папы» и «Бедного папы». По сюжету «Бедный папа» – это настоящий отец Роберта Киосаки. А «Богатый папа» – это отец его школьного товарища, местный бизнесмен, которому ребята обратились с просьбой научить их тому, как стать богатыми. К слову сказать, «Бедный папа» Роберта Киосаки был не таким уж и бедным. Он получил прекрасное образование, был доктором философии, начал свою карьеру с должности простого учителя и дорос до начальника департамента образования одного из штатов. Его бедность определялась прежде всего его складом ума и скудными познаниями в области финансов, изучить которые ему мешала его гордыня. В результате, все, что он получил к концу жизни – это скудная учительская пенсия и необходимость работать, чтобы свести концы с концами. Разность в мировоззрении ярко прослеживается в суждениях двух отцов Роберта. Бедный папа говорил, «Я не могу себе это позволить». Богатый папа говорил, «Как я могу себе это позволить?» Бедный папа говорил, «Любовь к деньгам – корень всех зол». Богатый папа говорил, «Недостаток денег – корень всех зол». Бедный папа, «Больше учись, чтобы найти хорошую компанию, на которую будешь работать». Богатый папа, «Больше учись, чтобы смог найти хорошую компанию и купить ее». Бедный папа, причина почему я не богат в том что у меня есть вы дети богатый папа причина по которой я должен быть богатым в том что у меня есть вы дети как вы видите даже в этих нескольких цитатах из книги налицо разница в мышлении двух отцов от которых постигал финансовую грамотность роберт киосаки правильное мышление одна из ключевых характеристик успешных людей и это первое что я стал менять в себе после прочтения книги у киосаки появилось много негативных критиков что собственно неизбежно если человек становится популярным и известным всегда найдутся люди которые будут обвинять его в том что он повторяет всем известные истины озвученные ранее другими людьми многие критикуют его за обвинение традиционного образования в том что она устарела и не соответствует современным требованием жизни в том что современное образование готовит работников и убивает возможность развивать творческое мышление жизненно важное для ярких неординарных личностей способных идти против толпы развивать фантастические бизнесы создавать потрясающие продукты и услуги и еще одним большим открытием для меня в книге богатый папа бедный папа стали такие понятия как актив и пассив актив это то что приносит вам деньги пассив это то что забирает у вас деньги примерами активов могут служить акции облигации по и инвестиционных фондов банковские вклады недвижимость сдаваемая в аренду бизнес приносящий прибыль продукты интеллектуального труда за которые мы получаем деньги такие как книги музыкальные произведения программное обеспечение и так далее примерами пассивов могут служить недвижимость в которой мы проживаем ипотека автомобиль если он не является рабочим который помогает вам извлекать прибыль кредитные карты гараж не приносящий дохода деньги взятые в долг и так далее самое важное заключается в том что книга заставляет проверить на практике написанное а это приобретение ценного опыта и даже если вы ошибетесь пытаясь использовать рекомендации из книги то в любом случае станете сильнее и будете лучше разбираться в теме в свою очередь это позволит вам лучше видеть предоставляемые возможности и не бояться рисковать таким образом вы повысите свои шансы на успех в отличие от большинства других людей для которых даже элементарное прочтение этой небольшой книги уже является героическим поступком в книге есть моменты которые безусловно трудно применимы в реалиях российского рынка например не все так просто с недвижимостью автор пишет что сделал на этом целое состояние путем оформления кредита под низкие процентные ставки у нас же входной билет в рынок недвижимости слишком высок и по карману немногим но в книге также даются хорошие советы для получения финансовой независимости и вот некоторые из них увеличивайте свои активы и уменьшайте обязательства пусть деньги работают на вас они вы на деньги звучит очень банально но если вы осмотритесь по сторонам как много людей действительно работают над своими активами многие используют прибавку к зарплате или премии чтобы купить себе очередной гаджет автомобиль или квартиру подороже стоимость вашей жизни растет а пассивный доход остается прежним люди не понимают что без активов их жизнь никогда качественно не изменится и они никогда не смогут позволить себе отойти от дел оптимизируйте налогообложения налоги нужно оптимизировать не нарушая при этом законодательство страны будьте проактивны не жалуйтесь на начальников и обстоятельства инвестируйте в первую очередь в себя и пытайтесь изменить свое окружение принципы богатства от роберта киосаки роберт киосаки считал что для того чтобы разбогатеть вовсе не нужно пахать как лошадь по 16 часов в сутки достаточно лишь изменить свое мышление и расслабиться деньги придут сами они притянутся к вам словно магнитом вот главные принципы которым следуют все богатые люди мира принцип первый никогда не работайте за деньги киосаки доказал что если мы будем работать за деньги то попадем в замкнутый круг который не позволит нам из него выбраться вы всегда будете иметь некий потолок дохода который почти невозможно пробить говорит роберт вместо этого найдите дело по душе и работайте ради удовольствия вы ведь и сами это знаете принцип 2 вкладывая деньги в недвижимость вы просто теряете их автомобиль на котором вы ездите падает в цене в тот момент когда вы его покупаете то же самое происходит с домами и апартаментами вместо того чтобы приумножать наши деньги подобные покупки крадут их принцип 3 богатые работают на себя бедные на дядю чтобы заработать больше денег нужно развивать несколько направлений бизнеса нанимать людей и вкладывать деньги в перспективные проекты работая за небольшие деньги и имея только один источник дохода вы никогда не поднимитесь выше своего уровня принцип 4 разорение явление временное а бедность постоянное бедность это состояние души образ мышления в то время как временные денежные трудности всего лишь жизненный урок который делает нас сильнее вот почему разорение явление временное а бедность постоянное принцип 5 обучение стоит гораздо дешевле чем невежество еще одна ключевая составляющая успеха богатых непрерывное обучение если хотите разбогатеть научитесь досконально разбираться в своей сфере невежество лишает вас денег уже тогда когда вы только делаете первые шаги на этом все напоминаем что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео пишите в комментариях свои мысли по теме видео ну и конечно подписывайтесь на наш канал ведь впереди много новых выпусков всем спасибо за просмотр до новых встреч